Дорогие братья и сестры, дорогие друзья, сегодня у нас праздник Преображения Господня, и, как обычно, по средам в 9 вечера у нас традиционный эфир. Сразу же, вот, что называется, сходу хочется не только поздравить с праздником Преображения Господня, но и постараться вот вместе с вами осмыслить главный, глубинный смысл праздника. С одной стороны, Церковь его прекрасно уже раскрыла в своих песнопениях. Например, в Тропаре Преображению Господню преобразился, если на горе Христе Божий, показав и славу Твою ученикам Твоим. В Кандаке, да игда узрят тебя распинаемо, страдания, разумеют, вольные. То есть подчеркивается, что Христос преобразился, показал свою подлинную славу, что Я есть истинный Господь. И когда через несколько дней вы увидите меня распинаемо, вы будете понимать, что это страдание добровольное, что я не стал, знаете, безвольной жертвой, но именно добровольно иду умирать в качестве искупительной жертвы за грехи человеческие. Вот такая забота Творца о качестве веры, с которой все мы с вами веруем в Бога. То есть это вот не просто верьте мне, потому что я вам так сказал, и дальше ваши проблемы вовсе нет. Господь дает не только словеса, да, не только слова, но и делом показывает, чтобы вера человека максимально как бы окрепла. Вот с одной стороны, да, преображение это праздник, так сказать, вот заботы Творца о вере в Него со стороны Творения, то есть нас с вами. Вот. Я еще бы был, как вы знаете, я любитель таких вот аналогий, особенно бытовых, жизненных аналогий. И вот я бы такую аналогию применил. Знаете, вот, когда взрослеет ребенок в семье, то бывает так, что назревает взрослый разговор, разговор на взрослые темы. Иногда сам ребенок инициирует, да, он в лоб, что называется, задает вопрос, вот, а там, ну, там, условно говоря, а откуда дети берутся, а как вы там познакомились, мама и папа, ну и так далее. То есть ребенок в меру своего созревания, как личности, как взрослого человека, он хочет порой узнать и своих родителей. И это очень важно. Вот, ну, на мой взгляд, это крайне необходимо, установить такой взрослый контакт со своим взрослеющим ребенком. И вот три года Христос ходит с учениками, три года Он им открывает тайны Царства Божьего. Они видят многочисленные чудеса, чудеса невероятные, чудеса неповторимые. Но именно на горе Фаворе, именно во время преображения состоялся уже такой, можно так вот, ну, перефразируя, да, состоялся уже взрослый разговор. То есть Христос впервые показывает свою божественную сущность. Если до преображения ученики видят в нем чудотворца, целителя, пророка, там, учителя, да, то во время преображения Христос проявляет себя в полноте божественной своей сущности. Его лицо просветилось как свет, его даже одежды блистали подобно свету. И, что важно, ему явились Моисей и Илья, два величайших пророка Ветхого Завета, которые пользовались абсолютным почтением со стороны еврейского общества. Причем Моисей скончался, а Илья был взят живым на небо. То есть вот Христос показывает, что я могу сейчас в Царстве... То есть, знаете, во время преображения такой вот уголок рая, Царство Божье явилось в силе. Царство Божье явилось в своей полноте, в своей реальности. Когда мертвые и живые рядом с Богом беседуют. То есть Моисей, умерший тысячелетия назад, и Илья, живший тоже много веков до этого, здесь, в перспективе Царства Божьего, рядом со своим Господом Иисусом Христом, они здесь рядом, они беседуют. Да, и вот можно так сказать, что Христос позволяет ученикам войти в серьезный уже такой вот этап взросления в вере. Посмотрите, я есть тот Бог, который с Моисеем говорил на Синае. Я тот Бог, который дал заповеди Моисею на скрижалях, 10 заповедей. Я тот Бог, который помогал Илье Пророку во время его жизни, во времена Царства Нечестивого Царя. И так далее. Поэтому, дорогие братья и сестры, праздник преображения, вот это праздник, я позволю себе так это перефразировать, когда Бог хочет с человеком говорить уже по-взрослому, как со взрослеющим ребенком. Вот каков я. Готовы ли вы меня таким истинным Богом во всей полноте Божества увидеть и принять? Потому что я хочу говорить с вами лицом к лицу. Я готов на этот диалог. Поэтому, да, дорогие, с праздником всех, преображение Господня. И мне кажется, что тут еще другая сторона медали. Каким бы ни был отец и мать, как бы они ни хотели заговорить на взрослую тему со своим взрослеющим ребенком, если сам ребенок, что называется, не созрел или не желает этого разговора, или всячески уклоняется и не любит своих родителей, то, увы, такая ситуация, она, ну как бы, закрывает возможность общения. Вы сами это, я думаю, прекрасно понимаете. Поэтому здесь, в празднике преображения, важно подчеркнуть нам не только желание Бога, да, открыться, открываться человеку лицом к лицу, но и вот эта синергия, да, соработничества Богу, чтобы и человек сам желал такого общения с Богом лицом к лицу в полноте его божественной сущности. Ну, на этом вот такая вот несколько минутная лекция по празднику, наверное, так можно сказать. Я думаю, пусть завершится, и я с удовольствием буду отвечать на те вопросы, которые, как обычно, мы с вами здесь в эфире обсуждаем. Поэтому можете записывать вопросы. Я вот читаю, да, эфир будет сохранен, конечно, вот, как обычно. И напомню, что эфиры, знаете, сохраняются IGTV. То есть, когда вы заходите на страницу, помимо сетки фотографий, есть еще два меню. Там IGTV и еще папки сохраненные, ну, кажется так, или архив. Но одним словом, ищите вот эту кнопочку IGTV, и там все вообще наши эфиры сохраняются. Ну и к тому же, кстати, эфиры сохраняются у меня на канале YouTube. Одноименный канал Священник Николай Дубинин. Если кому это, конечно, полезно и интересно. Пусть будет так. Надеюсь, что это будет действительно полезно. Вот. Я сегодня, как вы видите, в автомобиле сижу, потому что после такого трудного, достаточно насыщенного дня, мы сегодня ездили, кстати, делали фотосъемку. Матушка Марина организовала семейную фотосъемку. Да, и после всего этого я так съездил позаниматься немножко спортом. В общем, уже пора. Знаете, когда за 30 переваливает, уже пользоваться кредитом у своего здоровья, наверное, неправильно. Нужно уже о нем заботиться. Особенно вот, если есть избыточный вес какой-нибудь, то вот хочешь, не хочешь, но с этой ситуацией надо начинать заниматься. Иначе она займет с тобой. Друзья староверы недавно отдали вербу еще с вербного воскресенья. Что с ней делать? Ну, знаете, для них это святыня, их вербочка, которую они свящали. И я думаю, что мы, христиане, должны с уважением относиться ко всему, что является святыней у других христиан. Вот в этом смысле я помню, вот у нас в храме Александра Невского в соборе много лет висело, кажется, еще висит католическая икона. Ну как, она красивая, икона Богородицы, но она написана вот в католическом стиле. И я помню, что замечательно сказал настоятель храма, говорит, это же святыня, там же Божья Матерь изображена. Ну да, католическая, ну да. Но все равно она изображалась благоговением. И разве можем мы святыню других христиан, там католиков или староверов, взять и швырнуть там под ноги? Нет, это было бы кощунственно, братья и сестры. Поэтому примите как святыню и храните вместе с другими вербами, которые вы освящали. Вот и все, тут проблемы я никакой не вижу. Мы же не принимаем веру староверов вместе с этой вербочкой. Расскажите, какими вы видите идеальные отношения между мужем и женою? Так, и еще, как научиться доверять Богу, где грань между беспечностью и доверием? Тоже глубокий хороший вопрос. Ну, первый вопрос, что касается идеальные отношения между мужем и женой. Тут, я думаю, как Толстой говорит, что, помните его классическая фраза, да, все счастливые браки похожи, а все несчастные в несчастливы по-своему. Ну, есть определенная логика в этих словах, и я с них хотел бы на них опереться. Потому что, наверное, у каждой семьи есть свои индивидуальные какие-то, в том числе и трудности, и проблемы, с которыми семьи борются. Вот, поэтому попасть вот в точку, универсально ответить для всех, это сложно. Нельзя такие амбициозные цели ставить, что вот я всем сейчас под одну гребенку одинаково бы ответил. Но, все же, мне кажется, что идеальные отношения, когда муж и жена, а, первое, обо всем, без исключений, умеют разговаривать, умеют договариваться. То есть, случилось что-то, назревает какая-то, ну, внутренняя проблема в семье. Муж и жена не должны закрывать и прятать друг от друга эти проблемы, они должны проговаривать, они должны друг с другом это обсуждать. Поэтому, первое, это доверие, максимальное доверие в семье. Это вот признак идеальных отношений, когда муж и жена друг другу доверяют и умеют раскрывать внутренние завесы, которые помогут быстрее решить. Ведь в семейной жизни всяко бывает какое-то охлаждение, невнимание со стороны мужа или жены, какие-то претензии. И вот очень правильно, когда они умеют искренне указать, вот, ты знаешь, вот это вот так, потому что это так. И они вместе преодолевают шаг за шагом какие-то трудности. Это вот первое. Второе. Когда муж и жена свою семейную жизнь строят на глубокой вере в Бога, и когда в семье практикуется общая молитва и обязательно участие в исповеди и в причастии. Это тоже один из таких вот скрепляющих факторов в идеальном браке, христианском браке. Третье. Это идея любви как жертвенного служения, я считаю. Если в семье оба понимают, что любовь это не получение каких-то бонусов, преференций, да, что вот муж получает от жены там какие-то знаки, ну не знаки внимания, ну получает от жены то, чего он от нее ожидает, а жена от мужа получает там знаки внимания или получает от него какие-то материальные блага, это не признак идеальности в отношениях. Идеальные отношения в этом смысле, на мой взгляд, в том, что муж не заточен, что он должен получать от жены. И жена не заточена в семье на то, что муж ей должен там в этом году обязательно шубу купить и на канары ее свозить. Вот если выстраиваются отношения в семье вот по такому принципу, вот ты мне вот это должен, потому что Наташку свозил, Витька, а ты до сих пор меня не свозил. Это не идеальное отношение. Идеальное отношение, когда не ты должен или должна, а когда человек говорит, я должен, что я еще должен сделать для моей любимой, для моей семьи, чего еще, может быть, я не успел дать моим близким, моим любимым, чтобы они были более счастливы. Вот тоже признак. Итак, вот я назвал три таких основных, ну, на мой взгляд, что первую голову, как говорится, пришло. Да. Первое – это доверие, глубинное доверие, так, как никому больше в жизни мы не доверяем, ни подругам, ни друзьям, только между мужем и женой такое доверие должно быть, как самым близким людям. И это эти доверительные беседы, вот эта манера делиться сокровенным, даже проблемами, сомнениями, переживаниями, она должна быть. Второе – это вера в Бога. Тут я градацию выстраиваю просто, ну, как оно приходит. Это не значит, что есть нечто главное, первое, там, второе, третье. Просто по списку. Вот, это, конечно, вера в Бога и семейное благочестие. Ну, и третье, то, что я сказал, это нужно обоим понимать, что семья – это школа жертвенной любви, не эгоистичной любви, не любви, которая ищет своего, которая только и думает, что взять, а любви, которая жаждет отдавать. Нечто для блага и для своего, для своей половины, или для своего любимого. Так, расскажите, как научиться доверять Богу, где грань между беспечностью и доверием. Эту грань, на мой взгляд, легко поймать, потому что доверие Богу, оно рождается из внутреннего опыта молитвы. Вот я бы здесь связал ответ на этот вопрос с опытом молитвы. Доверие Богу не может, знаете, прийти искусственно, прийти извне. Оно, доверие, рождается из опыта, но так же, как доверие в отношениях. То есть, вот если вы сейчас увидите, ну, постороннего человека, который мимо вас проходит, и вам сказать, вот, ты доверяешь ему, он скажет, да я его первый раз в глаза вижу. И более того, даже если вы с ним познакомитесь, и пуд соли с человеком съедите, может быть, только с того момента вы начнете понимать, можно ли ему доверять или нет. То есть, именно опыт общения, некое время, значит, опыт взаимоотношений с человеком позволят вам внутренне расположиться и понять, следует ли ему доверять, или наоборот, этот человек, который, ну, вряд ли подходящий для того, чтобы ему что-то доверить. Так и в духовной жизни, дорогие друзья. Доверие Богу рождается из опыта, молитвенного опыта. Когда вы молитесь Богу, и молитва ваша не только просительная, там, дай мне Господи, помоги мне Господи, но это и благодарственная молитва, это и покаянная молитва, прости Господи, помилуй Господи. Так вот, когда вы научитесь молиться, когда молитва, она будет не только лишь вычитыванием неких сводов молитвенного правила, но и станет неким предстоянием перед Богом. Что я имею в виду? Предстояние, это вот как, когда человек даже занимается чем-то, а внутренне он знает, что Господь рядом, что Господь его видит и слышит, что Господь сердцеведец. Вот это внутреннее предстояние Богу, это молитвенное предстояние. И молитвенное предстояние, оно, я повторюсь, не только в вычитывании самой текстуры, да, молитвы, а это декая внутренняя обращенность к Богу. Опять же, пример приведу из человеческих взаимоотношений. Когда два человека друг друга полюбили, они, естественно, регулярно созваниваются, списываются, общаются. Но даже когда они не на телефоне, каждый занимается там, ну, один на работе, другая там дома, они внутренне обращены друг к другу. Они, знаете, как говорят, часа не прошло, чтобы я о тебе не вспомнил и не подумал, понимаете? Вот в идеале опыт молитвы, опыт отношения с Богом человека должны привести к такому же состоянию, чтобы часа не прошло, как бы мы хотя бы не воздохнули, ни к Богу не обратились, ни помолились о чем-либо. Я повторюсь, вот часто об этом говорю, не случайно в вечерних молитвах у нас есть эти молитвы на 24 часа. То есть каждый час, вот в идеале, часа не должно пройти, чтобы мы не вспомнили о Боге и не помолились бы Ему. И вот тогда только придет настоящее доверие, как опыт, как результат того, что вы знаете, каков Бог, вы знаете, как Он проявляет себя, как Он слышит, как Он откликается, как Он действует в вашей жизни. И вот тогда доверие Богу станет таким естественным продолжением вашего духовного опыта жизни, молитвенного опыта жизни. А то, что называется беспечностью, это когда человек, не имеющий опыта, не познавший Бога, не встретивший Бога, вот как должно было бы встретить, как действительный живой объект веры. Так вот, когда человек просто говорит, ну, Бог поможет, ну, вот я вот это сделаю, ну, Бог поможет. То есть человек, не зная Бога, не приблизившись к Богу, уже ему, знаете, как навесил свои задачи, так сказать, разнарядку. Ну, вот Бог поможет. Вот это вот очень похоже на беспечность. Поэтому у нас, наверное, и родилось, да, что на Бога надейся, а сам не плашай. Потому что, если ты на Бога надеешься на словах, а сам плашаешь, ну, то есть, сам не живешь с Богом и не поступаешь по правде Божьей, то с тобой все равно что-то может случиться. Бог не обязан тебе, знаете, быть охранником и сигнализацией, которая будет оберегать тебя автоматически, просто потому что ты так решил. Вот, ну, как-то так. Что делать, если в святой воде появилась ржавчина? Ну, пить, наверное, не следует, а вот в таких случаях ее выливают в земельку, в палисадник или в цветы, в горшки. Здравствуйте, скажите, пожалуйста, в душе сейчас тяжко. У мужа вторая жена. Никого я не разводила. Я и появилась давно после развода. Ребенок от первого брака постоянно со мной. Я учу ее в школе везде. Они меня за сделку принимают. Сиделку. Обидно. Я хочу своего ребенка. А получается, я живу ребенком от первого брака. Знаете, я думаю, что такую вот конкретно бытовую проблему, который касательно вашей личной жизни. Нам лучше с вами обсудить будет наедине. Через WhatsApp, например, или в личные сообщения напишите. И мы с вами поговорим. Тем более, что я сразу, ну, не скрою, я сразу не понял до конца всего. Здравствуйте, отец Николай. Есть грехи, которые терзают душу. Исповедовал, но совесть все равно мучает. Остаются в памяти. Как забыть? Тут, вы знаете, есть как бы двоякая природа этого явления. С одной стороны, это может быть как я вот так сказал бы. Мир в душу приходит только тогда, когда меняем жизнь. То есть, покаялись в грехах, перечислили то, что в жизни вы там натворили, да. Но если сама жизнь не поменялась, то есть, если покаяние осталось лишь на уровне перечисления грехов всего лишь, но не изменилась жизнь, внутренне не было перемены, то вот это явление зачастую случается. Человек вроде поисповедовался и все признал, и рассказал, но, увы, поскольку не было перемены, не произошло перемены в душе и в жизни, то душа чувствует, как бы, что нет, нет освобождения. Душа чувствует, что грех еще силен, даже просто в памяти. Человек вспоминается, дрогается, да. И лишь когда человек меняет свою жизнь, меняет свое сердце и душу, тогда происходит тайна примирения, когда душа успокаивается. Все, грех перестает иметь свою власть, терзать воспоминаниями о нем. И второй момент. Бывает так, что поисповедовавшись в грехах, сделав вроде как все правильно, мы отказываем Богу в его милосердии. Что я имею в виду? Сейчас я поясню. Когда человек пришел на исповедь, все рассказал, вот, каюсь, грешен, но он не верит в то, что Господь милостив и что Господь готов прощать. То есть человек отказывает Богу в его милости. Он говорит, ну, мои грехи слишком тяжелы, Бог у меня точно не простит. То есть это форма неверия. Я не верю в то, что Бог таков. Вот так получается. Я не верю, что Он таков, что Он может меня простить, что Он может меня действительно оправдать через мои слезы покаяния и исправления жития моего. Так что это форма неверия в Бога, к сожалению. И, увы, такое я часто тоже наблюдаю. Человек приходит на исповедь и кается, и называет грехи, а потом сомневается. Неужели Бог меня простил? Значит, мы неверно внутренне настроены, неверно, знаете, как бы так сказать, ты еще до конца не понял, каков Господь. посмотри на крест, посмотри на его распятые руки и ноги, посмотри, что Христос за твои грехи уже сделал, Он уже, ну, тебе доказал всю серьезность своего намерения тебя самого простить, тебя самого помиловать, потому что судья страдает за грехи подсудимых. Вот, почему мы говорим, кстати, страшный суд Божий? Да потому что, что может быть страшнее встретиться на суде, в здании суда, с судьей, который страдал за твои грехи? Ну, конечно, сейчас другая тема, я, может быть, от ней ухожу в сторону, от того вопроса, который вы задавали, но это тоже интересная тема. Почему страшный суд Божий? Ну, представьте, вот ты грешник, и вот судья, у которого руки и ноги пробиты, который был истязан и умирал на кресте за твои грехи, точнее, за твою возможность очиститься от грехов. И вот ты, который за всю свою жизнь ни разу так и не пришел, не исповедовал свои грехи, не поменял свою жизнь и не принял вот эту жертву, которую мы называем причащение таинства тела и крови Господа. Не получается сработать, стараюсь, прошу Боженьку, но ничего не выходит, стыдно теперь, может, мне это не нужно, что делать, не знаю, деньги нужны, настройку коридоров сейчас на доме, а то скоро он развалится. «Просите Господа, просите, не ослабевайте, чтобы Господь послал работу». Тут вот мужество веры, некая вот такая добрая настойчивость. «Господи, я знаю, что ты сам, ты реклась и причистыми усты твоими, без меня не можете творить и ничисоже». То есть, ну, это красивые слова, евангельские такие, на славянском языке, которые означают, «Господи, ты сам твоими причистыми устами говорил, что без меня ничего не можете сделать, Господи, сейчас я нуждаюсь в тебе, помоги мне устроиться на работу, помоги, Господи, не оставь меня, молитесь со смирением, Господь сердце сокрушенное и смиренно не уничижит, услышит эту молитву и вам великая польза для души будет, познаете, что такое молитва смиренная, молитва такая, благоприятная Богу. Вот опыт молитвы вам нужен. Сейчас именно этим прошением будет приобретаться опыт молитвенный. «Как себя успокоить от скуки по людям, нападает по вечерам, живу одна, работаю удаленно, друзей вижу нечасто». Но вы знаете, если есть такая потребность в общении, ее не надо глушить, потому что у каждого человека есть Богом заложенные некие качества, то, что мы называем талантами, в Евангелии мы об этом читаем, Господь дает кому-то один талант, другой. И вот талант общения, талант послушать, не всегда говорить, а иногда просто слушать человека, он тоже Богом дается. Может быть, у вас и есть такая потребность, ее глушить-то не надо, тут я бы каких-то не приводил высокопарных духовных советов. Просто чаще общайтесь и, может быть, как, знаете, говорят, проще, старайтесь проще с людьми общаться и, возможно, их станет больше вокруг вас. Иногда причиной того, что у нас мало друзей и знакомых, то, что мы немножко мним о себе, немножко, может быть, знаете, вот как у Харпи Роли хорошо сказано, там, Атику своему сыну, он юрист, адвокат, он дает своему сыну такой хороший совет, он говорит, знаешь, что, сынок, в общении с людьми никогда не говори о том лишь, что тебе интересно, но в первую очередь говори с человеком именно о том, что интересно ему. Вот мне нравится этот совет, у меня даже не всегда получается в жизни, я замечаю за собой, а мы вот должны бы учиться общению. И вот если мы правильно общаться научимся, когда не только свое рассказываем, но умеем слушать, слышать собеседников, умеем интересоваться тем, что им интересно, а не только то, что нам интересно в беседах, я думаю, у нас всегда будет полно друзей и общения с ними. С праздником! В наше время не с кем пойти в разведку, никому не доверяешь. Ну, не знаю, наверное, так. Так, спасибо за ваш ответ, очень приятно вас слушать и узнать, что вы говорите. Благодарю. Отец Николай, благословите на продажу и покупку квартиры. Божьей вам помощи в этом деле, святителю Иосафу, помолитесь великому чудотворцу, белгородский наш чудотворец, ему как раз молятся о благоустройстве домов, жилья, вот таких как раз делал. помолитесь Иосафу. Батюшка Марина, привет, прости, что не дома еще. Батюшка, как быть, мама лежит при анимации без сознания, постоянный страх и стресс, страшный скорбь, что делать, как успокоиться. Вот это тот случай, когда нужно возложить на Бога все свое, как в псалтире читаем, возложи на Господа печаль твою, и той тебя припитает. Придайте в руки Божьей, Господи, все в твоих руках, мамочка наша, ее исцеление или наоборот ее отшествие, как ты благословишь. Помоги, Господи, со смирением принять твою волю, любую твою волю, вот, и молитесь, знаете, как только вы доверите, вот, предадите это в руки Божьи, и вам самому легче станет. Вот что. Мы с вами, по сути, это делаем каждый вечер, когда мы врутся, твои Господи, предай дух мой. Ты же мя благослови, ты же мя помилуй, живут вечно даруй ми. А в молитве, кажется, Ян Дамаскина, да, мы говорим, Господи, неужели одар сей ми гроб будет? Или еще, окаянную мою душу просветивши днем, всеми гроб предлежит, всеми смерть предстоит. Ну, вечерняя молитва, как перевести, знаете, Господи, неужели вот эта моя постель может оказаться моим гробом? Ну, то есть, неужели я сейчас лягу уснуть и могу не проснуться? А потом уже, как бы, другая мысль, что всеми гроб предлежит, всеми смерть предстоит. Ведь у меня это впереди. Сам Ян Дамаскин как бы рассуждает, Господи, ведь мы все смертные, и неужели даже эта моя постель может оказаться моим последним пристанищем? Так вот, это не взгляд пессимиста, не взгляд там, пассионарного человека. Это просто трезвый взгляд, что да, мы смертные. Вот. Как я одну шутку недавно прочитал. Ну, смс кому приходит. Привет, давай сегодня вечером... А, тебе не кажется, что сегодня вечером можно оторваться? Ага, тот пишет. А ты кто вообще? Тот пишет. Я Тромб. Вот, пожалуйста, пример. Все, что угодно, действительно. И в этом смысле мы христиане и должны жить вот так, понимая, что в любой момент перед Богом-то предстать мы можем. В любой момент наша жизнь может оказаться уже не наша и не в нашей власти. Поэтому, почаще, знаете, смиренно-мудрее нам всем не хватает. Почаще надо предлагать Господи все в Твоих руках, а мы на Твою благую волю только надеемся. Одни батюшки говорят, мы воскреснем в возрасте Христа 33 года. Другие говорят, что это не так. Как же это будет? Как мы будем выглядеть воскреснув? А вот потому по-разному говорят, что точного именно библейского места, вот такого, где бы сказано было там, вообще нет. Апостол Павел по образу создавшего его, да, то есть, ну, то есть, есть определенные общие фразы, да, что все мы воскресим, как воскрес Христос, тоже апостол Павел говорит. Но Христа, заметьте, иногда, воскресшего Христа, иногда его узнают, иногда не узнают, иногда, то есть, его плоть, его внешность неузнаваема. И никто же не смеешь спрашивать, ты кто еси, ведяще бояка и Иисус есть. Кто помнит эти слова? Это Евангелие, это Анна. То есть, Христос явился, они с учениками, то есть, воскресший Христос явился при море Тивериадском, ученики подплыли на берег, поймали 153 рыбы, Петр пересчитал, ужинают, и странная фраза, и никто не смел спрашивать Иисуса, его, ты кто? Потому что все понимали, что это Иисус. Понимаете? То есть, в чем дело? Евангелисты не уточняют. Поэтому в какой плоти, в каком возрасте мы воскреснем, просто точных указаний на это нет, но мы воскреснем также воскрес Христос. Мы для того с вами причащаемся воскресшего тела и крови Христа. Мы для чего принимаем тело и кровь Господа? Чтобы и мы воскресли, чтобы и наша плоть восстала. Вот о чем идет речь. Поэтому, дорогие, это тайна будущего века, в каком теле мы восстанем. Но то, что это тело будет подобно телу Христу, Христову, тело неумирающее, тело метафизическое, в том смысле, что он может пройти сквозь двери, стать невидимым или ужинать со своими же учениками. Его осязают. Тело, которое будет как бы вне закона физики, но при этом оно может использовать физику. То есть, оно как бы в двух мирах может одновременно быть. Я просто сейчас светским адаптированным языком пытаюсь говорить о богословских наших учениях церкви о всеобщем воскресении. Не могу ничего делать вообще, не работать, не спать, не сидеть на месте. Постоянный ужас, страх, переживание, волнение. Это признак маловерной души. Я вам отвечал на ваш вопрос по поводу мамы. Доверьте все Богу. Возложи на Господа печаль твой. Умейте Богу вверять то, что вас волнует. Даже вот то, что вы говорите, это речет о вашей мамочке. Молитесь всем сердцем. Как Господь даст, так и будет. Почему после причастия очень часто болит голова? Ну, это может быть чисто физиологические проблемы. Например, душный храм постояли, переволновались или как-то постились усердно. То есть, ну, что тут поделаешь. Здесь Николай зацикленный о замужестве, хочется детей и семью. Молитесь Богу. Ну, что ж, это нормально. Эта зацикленность, она правильная. Она, ну, как сказать, она вполне естественна для человека. И в ней нет ничего плохого или предосудительного. Только это внутреннюю потребность, эту нужно воплотить в молитве усердно к Богу. С праздником как заставить себя молиться совсем перестала. Как возобновить? Наверное, один из таких сложных вопросов, потому что потребность в молитве, она, как бы, сама обусловлена молитвой. Понимаю, что сложно отвечаю. Ну, вот, знаете, как со спортом. Ну, может быть, извиняюсь за такое сравнение. Первый, ну, все, кто спортом пытаются заниматься, знают, что первые тренировки самые сложные. Потом, ну, даже некоторые выводят где-то 12 раз потренировался, дальше ты, наоборот, начинаешь жаждать этого. Вот этот опыт, когда ты переступаешь через себя, через свое тело, через свою лень, и потом, когда твое тело как бы ощущает ответ, да, отклик, ответную реакцию дает, что лучше сон, метаболизм, спать и чувствовать себя легче человеку становится. Вот это теперь, то есть сладость, вот, вот что я хочу сказать, в самом, вот этом, спортивном, да, упражнении, в спортивном образе жизни содержится сладость, которая будет привлекать человека заниматься этим дальше. Так вот, ну, это просто пример. Так вот, и в молитве, только начав по-настоящему молиться, только возлагая на Господа упование свое через молитву, со смирением, с покаянием, обращаясь к Богу на всякий час, в самой молитве человек чувствует эту сладость Бога общения, чувствует отклик, как сам Господь начинает, ведь Бог не насилует человеческое творение, то есть, он не может врываться в жизнь нашу, он не может себя декларировать и заставлять. Богу чуждо всякое насилие, он не может заставить нас любить себя, он не может заставить нас, чтобы мы ему молились, но лишь только, когда сам человек проявляет это желание, начинает молиться, начинает искать Бога, взывать к Богу, тогда Бог начинает и отвечать, и что называется, входит, знаете, когда его пригласили, ну, знаете, как, хочется такое сказать, как джентльмен, он не входит без стука в дверь, я сейчас просто Билли Грэмма, это такой есть проповедник христианский в Америке, он очень интересно ответил, точнее, это его дочка ответила, когда спросили, ну, как вот вы можете прокомментировать, рухнули башни-близнецы, столько людей погибло, где ваш Бог, где Бог, когда столько насилия и бед произошло, а она ответила, посмотрите, мы отказались от Библии в школах, у нас гей-браки, у нас упразднились праздники Рождества, мы теперь Иксмос празднуем, мы Богу показали, уйди из нашей жизни, ты нам не нужен, не мешай нам, мы прогнали его, а он, как истинный, ну, это ее цитата, как истинный джентльмен ушел, и если только мы вернется в нашу жизнь, только лишь мы сможем его пригласить обратно и сказать, Господи, войди в нашу жизнь снова, прости нас, что мы отказались от Тебя, так вот, ну, я в перефразе, да, вот это интересная мысль, Бог не может насильством зайти, знаете, когда его не ждут, когда его не зовут в свою жизнь, и именно молитва, искренне настоящая, молитва такая, как некий, не как некий рефлекс, Господи, спаси мне плохо, помоги мне, дай мне там завтра на экзамене пятерку, это не молитва, ну, это мольба, но это не молитва в духовном, в зрелом состоянии души, молитва это желание общения, желание быть ближе, желание вот насладиться реальностью бытия Бога, когда Он есть сейчас, рядом, Он отвечает, Он слышит тебя, вот, Он внимает тебе, и вот в самой этой молитве и есть сладость, в самой этой молитве и есть то наслаждение, которое и понудит дальше молиться, но начать надо, и потому святые отцы говорят, что самая сильная, самая такая, даже не сильная, нет, самая ценная молитва, это молитва через не хочу, когда нечистая сила нашептывает, не надо молиться, это пусть бабушки молятся, там, ты, он перекрестись или аж спать, то есть, когда человек преодолевает и лень свою, и маловерие, и малодушие, и вот эти прилоги нечистой силы, потому что нечистая сила всегда отвлекает, отталкивает человека от молитвы, и вот, когда человек понудил себя, переступил через себя, как вот ленивец, переступил через порог спортивный зал, и пошел, и пошел, и пошел, а потом уже сам желает, сам хочет, так и в молитвенном подвиге важно начать, хоть коротко, но всем сердцем, и постоянно, регулярно, ежедневно молиться, и потихонечку вот это богообщение, оно само, само в себе породит ту радость от молитвы, которая потом вас будет подогревать, можно ли зацикливаться, а, ну это я уже отвечал, завтра маме Алле будут делать операцию на глаз, благословите, спасибо, Божьей помощи, помоги Господи, Алле, вашей маме, Бог да благословит и поможет ей, мне нравятся истории про Бога, это здорово, и Богу нравится истории людей, которые откликаются и которые любят узнавать про Бога, поверьте, Отец Николай, вас очень приятно слушать, с праздником, спасибо большое, приятно такое читать, спасибо за труды, благодарю, Отец Николай, сын женится, ему почти 30, живу с ним, у меня какой-то страх в душе, я привыкла, что мы живем вдвоем, какую можно молитву почитать, чтобы себя успокоить, Ирина, тут дело не в молитве, молитвы вы себя не успокоите, то есть молитва не как заклинание, не надо думать, что вот прочитал и отлегло, я думаю, что здесь первое, нужно просто самой вам посидеть и просто сама с собой побеседуйте, мысленно, поговорите, что если вы желаете благо своему ребенку, своему сыну, то вы должны всей душой порадоваться за то, что он женится, это правда, слава тебе, Господи, поблагодарите Бога, слава тебе, Господи, что у сына наконец такой важный этап, как создание семьи, благослови его, Господи, пусть он будет счастлив, а я, Господи, буду стараться не вмешиваться ни со своими советами, ни со своими претензиями, ни со своими какими-то замечаниями, все, все, что вы с этого дня, как только он станет мужем и создат семью, вы можете только молиться о нем и советовать только то, когда он вас просит, но ни в коем случае не декларировать свою правду, свое мнение в чужой семье, это будет самым вашим важным и самым сложным одновременно подвигом любящей матери. Ваша любовь теперь будет выражаться именно в том, насколько вы будете деликатны по отношению к его жене и вообще к их союзу. Что бы там ни происходило, ваша деликатность и невмешательство должны стать как бы тем добрым качеством, которым вы должны будете обладать. Помоги вам, Господи. Что-то еще хотел сказать, думаю, достаточно этого. Укрепи, Господи, Ирина, молитесь Богу, конечно, тут дело не в какой-то конкретной молитве, а вот к взыванию к Богу. Господи, помоги мне с собой справиться и им, Господи, молодым, благослови, помоги, чтобы все у них было хорошо. Вот так вот. Здравствуйте, отец Николай. Год назад похоронила доченьку 11 лет. Иногда хочется дико просто рыдать, держусь, ведь это уныние. Анна, примите мои искренние соболезнования. Я такое читая сам, что называется, комок в горле, потому что это величайшая боль. Я, к сожалению, в жизни отпевал деток и видел много такого страшного горя. Это не уныние. Это нельзя назвать, мне кажется, унынием, потому что смерть настолько неестественно смерти ребенка тем более. Это ненормально настолько, что это будет всю жизнь действительно душу стальной пружиной стягивать. Но вот все, что я могу посоветовать, как только будет вот так тяжко, становитесь на молитву, потому что вы будете молиться за доченьку, и ее душа будет чувствовать. и вот через эту молитву, как будто бы некое общение вашей души с вашей доченькой будет происходить, потому что они чувствуют, когда о них молятся. Укрепи, Господи, Ирина, вас. Простите, Анна, не туда, смотрю. Отец Николай, как церковь относится с глазу привороту, может ли человек обладать такой силой, чтобы сделать приворот, или все это глупости, не надо в это верить. Но видите, в чем проблема основная, в том, что, как Господь говорит, по вере вашей будет вам. Если человек верит в привороты из глаза, то тут такой механизм. Человек, который верит в Бога и доверяет Богу, он, знаете, как в танке. Вот если вы едете в танке, а вас кидают снежками или яйцами, то это смешно, правда. Да, потому что вы веруете в Бога, вы под защитой Божьей, живы в помощи Вышнего, под кровом Божьим будет находиться. То есть тот, кто живет с Богом, тот, кто верует, доверяет Богу, он под покровом, он в танке, он как под защитой. И никакие порчи, сглазы, черные коты, нитки на дверях и чьи-то привороты, ничего, это для человека как снежки, когда в танке едешь. Но если ты не живешь с Богом, то есть если нет этой защиты, если ты не живы в помощи Вышнего, да, как в 90-м не живешь ты с помощью Божьей, то лишенный этой защиты, знаете, можно и снежком в глаз получить так, что там глаз заплывет. Правда же? Так что привороты и все это прочее, оно для человека с Богом живущим не действует. Но если человек верит в эти привороты с глаз и порчи, это автоматически значит не верит и не доверяет Богу. Представляете, едет в танке, а сам боится, что сейчас снежком попадут и он погибнет. Недоверие Богу автоматически выявляет как бы то есть смотрите, когда человек верит в порчу, привороты, черную кошку, это значит, что он не доверяет Богу. А если он не доверяет Богу, значит, он уже не с Божьей помощью живет. Уловили вот эту схему. если человек верит в порчу, сглаз и так далее, значит, он автоматически не доверяет Богу. А не доверяя Богу, человек де-факто оказывается вне его защитной, защитного покрова. И парадокс в том, что тот, кто верит в порчу и сглаз, в итоге может стать собственно говоря, мишенью для всего этого. Вот такая вот парадоксальная картина. Поэтому ответ тут и да, и нет. В том-то и дело. Это вот сложный вопрос. И да, и нет. И есть это, если человек в это верит, и нет этого для христианина, который верит в Бога и доверяет Богу. Привет, Катюша. Ну, она дома, я тут. Я на заправке встал, тут просто освещение хорошее. сейчас покажу. Кто это? Ну, в общем, тут хорошо освещается, и поэтому я тут стою на заправке. А бедные эти вот сотрудники заправочной станции уже три раза вот так вокруг машины обошли, смотрят, думают, что он там, с кем он там разговаривает. Бачка освещения сегодня была высшая, особенно, когда добавки раздавали и макияж освещали. Да, Надежда, было дело. Спасибо. Добрый вечер, батюшка. Я неделю назад упал и сломал руку. Это промысел Божий или наоборот? Спаси Господь с праздником. Надежда, ну, это как минимум скорбное событие. Помоги Господи вам, конечно, исцелиться. Вот. Я что хочу сказать? Тут вот, может быть, гадать, классифицировать нет пользы. Объясню, почему. Потому что в нашем мире далеко не всегда происходит нечто только по воле Божьей. Вот. Мне очень нравится в этом смысле пример от Андрея Ткачева, который говорит, смотрите, в Отче наш, в молитве у нас три, как бы, действующие воли. Отче наш, Бог, Отец, Бог, естественно, ну, мы люди, да, ставь грехи наши. И третье лицо, избавь от кого? Лукаво. Вот в этом треугольнике живет мир, где есть Бог, есть человек и где есть стана, нечистая сила. И вот в этом треугольнике бытия нашего мира очень сложно сказать, вот где это по воле Божьей было, а это по воле человека, а это вообще по воле дьявола. И вот вам, пожалуйста, пример. Ну, есть люди говорят, что в мире все происходит по воле Божьей. Ну, не могу я согласиться с такими словами. Это идет в противоречие, потому что, ну вот, ну, часто, наверное, от меня это можно услышать, такой пример, банальный пример. сел пьяный человек за руль, поехал, врезался и там, сломал себе ногу. Это было по воле Божьей? Ну, при чем тут Бог? Ну, разве Бог ему наливал водку в стакан? Нет, нет, не по Богу. Это была воля самого человека. Захотел, выпил, сел за руль, и не надо на Бога пенять. Ну, и так далее. Можно просто приводить такие примеры. Поэтому в нашем мире слишком сложно переплетены там, где Бог являет свою волю, свой промысел, там, где человек, что хотел, то и получил, ну, и там, где нечистая сила. Искусил человека, знаете, вот, прилог был дьявольский, человек попал в эти сети. Поэтому гадать, наверное, смысла-то и нет. Вот почему я так сказал. А правильнее вспомнить слова апостола Павла, которые недавно я приводил в прежних эфирах, что верующему в Бога вся благоспешенствует ко спасению. Тот, кто верит в Бога, ему все обстоятельства жизни благопоспешенствуют ко спасению. Переведем на наш язык. Все, что не случается в жизни верующего человека, идет на пользу. Ваша сломанная рука тоже пойдет на пользу. Проблемы на работе пойдут на пользу. Приболели, вот у меня зуб болит, вы бы знали, вторые сутки мучаюсь. На пользу, терпеть учись, смиряйся. Вон, пандемия пришла, и я хочу сказать, что многие люди, отказавшись от поездок по миру, там, по другим странам, на пользу пошло некоторым. Узнали, что, оказывается, есть в России курорты, что можно подкопить немножко денег, которые раньше человек там тратил на зарубежные поездки. Ну, вот у меня, это просто сегодня такой разговор был, мне человек так сказал, говорит, вы знаете, я очень много, вот, путешествовал, по три раза в году, а сейчас откладывал, откладывал, и я вам скажу, я и тете своей ремонт сделал, помог, нуждающийся, и еще там знакомым тоже немножко подкинул, вы знаете, прям, нет худа без добра. Я, правда, сегодня так и думал, вот, верующий человек, все, что в его жизни происходит, даже скорби, даже болезнь, даже, казалось бы, какие-то притеснения, искушения там на работе или в коллективе, все может пойти на пользу. Поэтому, вот, верующему человеку там сделали замечание, он перекрестился, по-говору, спасибо, буду исправляться, и совет получил, и человек, который ему сделал замечание, подумал, о, а он вообще адекватный, нормально реагирует на критику, да, поэтому верующий человек, повторю, паки и паки, снова и снова, все, что бы ни происходило в его жизни, пусть принимает, спокойно, на пользу, и все используется, во благо, смиритесь сейчас, может быть, вам сейчас было бы неплохо, поскольку рука сломалась, да, сломана, побольше побыть дома, побольше почитать, меньше суеты, о здоровье, может быть, надо подумать, может быть, там остеопороз развивается, повод об этом подумать, а это всех нас касается рано или поздно, потому что мы едим гадостью, суррогат какой-то в магазинах нам, пятерочки эти, магниты там и все прочее, ну, я тут не выступаю против этих магазинов, но просто иногда открываешь, смотришь и понимаешь, что одна химия, натурально очень мало, от этого у нашей кости слабо, остеопороз развивается, может быть, повод задуматься вообще о рационе, тут видите как, помоги Господи, все это претерпеть и с пользой вынести для себя, и не унывать. Я неделю назад, а, для чего посылается у человека болезнь, ну, вот, наверное, отчасти, но я бы только слово посылается, вот, я всегда на это делаю акцент, друзья, посылаются, ну, кто вам сказал, что Бог вам взял и послал, ну, опять же, примерчик, там, выпивал, выпивал, у него цирроз печени, это Бог ему послал цирроз печени, или сам, болезнь, зачастую является следствием грехов самого человека, следствием его неправильного образа жизни, даже, может быть, с точки зрения здоровья, питания и так далее, поэтому посылаются, но это как-то слишком ответ, знаете, только слишком большая ответственность возлагается, мы уже, знаете, просто берем и возлагаем на Бога ответственность, послал, значит, он виноват, все, это вот, а вам что, Бог сам явился и сказал, что я тебе посылаю болезнь? Да, посылаются, иногда, иногда сами приходят болезни, поэтому аккуратнее с этими словами, но, что я хочу сказать, для чего, опять же, верующему человеку, все это даже на пользу, преподобный Лев Оптинский, всю жизнь лежал вообще, апостол Павел, трижды молил я Господа, чтобы он исцелил меня, но Господь мне ответил, «Довольно, Павел, с тебя благодатью моей, сила моя, сила Божья, в немощи человечка совершается». Переведем. Павел, я и так много тебе дал благодати, поэтому смиряйся, моя сила, Божья, сила Божья, является в смирении человека. Человек, когда смиряется, когда человек имеет такой вот добрый, терпеливый, спокойный, смиренный нрав, через него всегда будет действовать Бог, через такого смиренного, терпеливого человека Бог будет действовать изобильно. А если человек гордец, у него все там в руках горит, он там, знаете, лом, готов там на узел завязать, такого человека очень много самонадеяния, он слишком самовлюблен, он бывает слишком самонадеян, думает, что все ему по плечу, а Бог гордым противится. И потому парадокс именно в том, что через болезнь смиряется наш нрав, наша душа, через болезнь душа приходит в некое состояние терпения, смирения, мира перед Богом. И в такой душе больше благодати, чем в душе такого, знаете, качка, который там, ух, да. Это я в больнице очень часто видел, когда человек попал в больницу и болезнь его смирила, и если он приехал в больницу там, так сказать, да сейчас я там выпишусь, там, все нормально, а полежал три недельки, другим человеком стал. Так тоже бывает, и болезнь на благо иногда бывает, вот, в изменении характера. Рекомендации по поводу первой исповеди. Ну, не обязательно делать именно в том храме, куда вы будете потом постоянно ходить. Тут это не принципиально, я думаю. Ребенок 12 лет украл игрушку в магазине, дорогую, его задержали в магазине. Как мне реагировать на это? Очень подробно с ним поговорить, без, конечно, негативных чувств, без осуждения. Вы должны вместе с ним прийти к выводу, и он с вами должен этот вывод произнести, что это неправильно, это путь в погибели, что это стыдно, что это чревато, и что так поступать больше никогда нельзя. Вы должны ему помочь прийти к раскаянию, но не через какую-то силу, давление, а именно путем аналитики, совместного такого аналитического анализа, да, анализа этого поступка. муж принципиально не пристегивается, никакие штрафы не действуют, бунтует. Это не по-взрослому, потому что дело не в штрафах, а в объективной реальности. Объективная реальность, что эта вещь спасает. Ремень безопасности спасает жизни. И тут ну как бы не по-взрослому, это не совсем зрелый, мне кажется, не совсем зрелая позиция, когда человек против собственной безопасности. С праздником, да, спаси Господи. Так, друзья, осталось 26 секунд, а я, наверное, не успею ответить еще вопросов, наверное, 10. Друзья, если вы не обидитесь, я завершу и поеду домой, вот, а в субботу у нас будет еще один эфир, и мы продолжим наше общение. Простите, что не успел. С праздником, и ангелы-хранители, доброй ночи всем, очень был рад пообщаться. Продолжение следует...